Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях ректор Чуварского Государственного Университета Андрей Юрьевич Александров. Здравствуйте, Андрей Юрьевич! Добрый день! Девяносто дней уже давно прошло, как вы стали ректором ЧГУ. Вот эти девяносто дней, они как прошли? Быстро? Вы даже не заметили? Или день был за два, а может быть даже за три? Ну, день был за пять. За пять. Потому что начинать всегда сложно, любое дело, тем более такое большое, как ректорство. А вот вы помните свой первый рабочий день, когда вы стали ректором? Прекрасно помню. Это день 3 января сего года. Народ отдыхает, а вы работали? Народ отдыхает, а мы работаем. Было совещание рабочее нашей команды. Ну и, соответственно, были сделаны первые назначения на должности проекторов. То есть в Новый год вы вошли с новыми назначениями. А вообще много было кадровых перестановок? Нет, кадровых перестановок было немного, поскольку преемственность – это один из принципов организации работы, тем более в ВУЗе. Андрей Юрьевич, а сколько лет вы проработали в ВУЗе? Хорошая цифра – 25 лет. 25 лет. Четверть века практически. А вот когда вас назначили на должность ректора, как ваши коллеги восприняли это назначение? Может быть, ждали от вас каких-то решительных шагов, может быть, даже каких-то революционных действий? Или же вот как вас приняли все-таки? Какая реакция была? Результаты голосования были такие. Это более 90%. Поддержали мою кандидатуру. И, соответственно, наверное, не ожидали каких-то решений, которые пойдут на благо развития ВУЗа. Что касается решительных шагов, то решительные шаги предпринимал и будут предпринимать в отношении недисциплинированности, бездействия, непроявления инициативы должной, неуважения к студентам. Здесь могу обещать самые решительные действия, чтобы эти явления предотвратить. А вот были преподаватели, с которыми вам пришлось расстаться по тем причинам, которые вы сейчас обозначили? Коллектив у нас хороший. Подавляющее большинство. Люди очень мотивированные, разного возраста, но они все. И ассистенты, и профессор преданы своему ВУЗу, преданы своему делу. С ними работать сложно, непросто, но очень интересно. Вот говорят, что все-таки новая метла метет по-новому. Вот вам много пришлось менять в системе ВУЗа? Менять нужно уровень ответственности. Это обусловлено тем, что государство сегодня предъявляет гораздо более жесткие требования, но более прагматичное в отношении ВУЗа. Есть такое понятие, как рейтинг, такое понятие, как эффективность ВУЗа. И, соответственно, без заданий каждому факультету, каждой кафедре, каждому преподавателю сегодня не обойтись. Вот вы сказали, что вы 25 лет проработали в ЧГУ. Вот скажите, пожалуйста, опыт этой работы вам помогает сегодня или все-таки где-то мешает? Потому что многие вас знали, когда вы только начинали. И сейчас вот этим метрам говорить что-то, навязывать, может быть, иногда свое решение не всегда просто. На самом деле, скорее помогает, потому что, зная людей, можно принимать более точные решения, более правильно распределять обязанности, функционал, проводить вот те самые назначения, о которых вы говорите, на руководящей должности и посты. То есть, скорее всего, это все-таки подспорье, чем наоборот. Ректор – это лицо ВУЗа. Вот вам нравится свое лицо? Как вы выглядите? Как вы одеваетесь? В какой форме вы находитесь? Вот сейчас пришлось как-то на себя по-другому немножко посмотреть и что-то изменить в себе? Ну, конечно, потому что должность обязывает. И, соответственно, наверное, любой человек достаточно критично к себе относится. Я в их числе, в том числе к своей форме. Значит, что нужно делать? Нужно больше двигаться, наверное, всем, не только мне, больше заниматься физкультурой, спортом, что я и стараюсь делать. А каким видом спорта вы занимаетесь? Ну, я занимался многими видами спорта на вузовском уровне, на университетском уровне. Это игровые виды спорта все практически. Хоккей, футбол, полейбол, баскетбол, настольный теннис. Сейчас посещаю бассейн. То есть вы пример всем своим студентам и всем вашим преподавателям? Ну, я стараюсь соответствовать. Андрей Юрьевич, вот вы сказали о том, что необходим рейтинг вузов, да, эффективности работы. Вот как он проводится с вашей точки зрения сегодня? И нужно ли что-то менять? Рейтингом эффективности занимается наше министерство федеральное, Министерство образования и науки Российской Федерации. Рейтинг проводится третий раз, третий год. Ну, могу сказать, что мы очень надеемся, что будем признаны в очередной раз вузом эффективным. Критерии выставляются достаточно жесткие, они меняются, значения их растут. И задача наша и в образовательной деятельности, и в науке, в международной деятельности, в области трудоустройства кадров соответствует тем вот запросам государства, которые предъявляются сегодня не только университетам, а всем без исключения вузам России, их филиалам. Вы знаете, вот есть такая, ну, наверное, байка все-таки, мне кажется, о том, что наших студентов неохотно берут на работу в больших городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, когда узнают о том, что ребята закончили Чувашский государственный университет, им сразу отказывают. Вот насколько это соответствует действительности? Ну, совершенно верно подобрано определение этим слухом. Это, скорее всего, байка. Почему? Потому что, ну, я и вы, наверное, можете привести массу примеров очень успешных выпускников нашего университета и не только нашего вуза, других чувашских вузов, которые вполне неплохо устроились, зарабатывают хорошие деньги на прекрасном счету работодателей столичных. И дают фору даже выпускникам столичных вузов. Это факт. Вот вы как-то поддерживаете отношения с такими вашими выпускниками? Конечно. Приезжают они, может быть, пишут, что-то рассказывают? Они приезжают, делятся своим опытом с нашими нынешними студентами, подсказывают нам, преподавателям, руководителям, что важно, что интересно, что полезно в будущей карьере наших выпускников. А выпускники каких специальностей все-таки более востребованы на сегодняшний день, с вашей точки зрения? Очень востребованы выпускники медицинских специальностей, лечебные дела, педиатрии, стоматология. Очень востребованы выпускники технических специальностей. И, к слову, скажу, что семь факультетов технического направления сегодня работают в университете. Инженерные специальности все. Электротехника, энергетика, машиностроение, строительство, информатика, вычислительная техника, радиотехника, электроника. Вот эти специалисты на расхват. А охотно идут сегодня наши вчерашние школьники на эти факультеты? Идут неплохо, достаточно охотно. Единственная, наверное, такая большая проблема в масштабах всей страны – это некая демографическая яма, в условиях которой мы выпускников имеем сегодня в разы меньше, чем 15 лет назад. Вот такая объективная проблема существует, с которой сталкиваются все без исключения вузы, в том числе ведущие нашей страны. А вот новые факультеты, возможно, новые специальности будут открываться в ЧГУ? Возможно, какие-то факультеты, наоборот, будут закрываться из специальности? Закрывать мы какие-то специальности не планируем, поскольку вот этот спектр специальностей, он выбран достаточно точно и соответствует потребностям реального сектора экономики. Речь, наверное, идет в первую очередь об открытии новых профилей, специализаций, которые бы более адресно улавливали запросы наших работодателей замечательных. Вот ходили разговоры о том, что не будет чувашской филологии. Вот на сегодняшний день как обстоят дела? Чувашская филология, русская филология, они имеют право на существование и должны быть, поскольку специалисты данного направления, они очень нужны. И хочу сказать, что мы получили в прошлом году, вот на 2014 год контрольных цифр приема дополнительно 30 мест бюджетных именно по этому направлению. То есть бюджетных мест не становится меньше? Их становится больше. А на сколько? Вот можно примерно хотя бы цифру какую-то, Андрей Юрьевич? Могу привести вот такую статистику. Если в 1991 году, то есть 23 года назад, у нас было 900 бюджетных мест, в лучшие времена, да, еще советские, то сегодня мы получили 1536 бюджетных мест. Это более чем на полтысячи больше. А вот чтобы получить дополнительные бюджетные места, что нужно сделать? Чья это заслуга, можно так сказать? Ведь, наверное, не каждому ВУЗу выделят дополнительные бюджетные деньги. Места выделяет Миноборнауки России, Федеральное министерство. На основании чего-то? На основании заявок Республики, ВУЗа. И мы получили дополнительные места по, как я уже сказал, по филологии, по стандартизации метрологии. Именно на основании ходатайства нашего кабинета министров Чуварской республики. Просьбы ВУЗа с учетом потребностей экономики. А вот защищая свою концепцию развития ВУЗа, вы на что делали акцент больше всего? Почему вы победили? Как вам кажется? Ну, акцент был сделан очень четкий. Это повышение качества образования, это развитие неокр, то есть научных исследований, это дальнейшая интеграция в мировое образовательное пространство, развитие международных связей, различные, конечно, контакты с работодателем. Вот это ключевые точки, это три или четыре слона той программы, которую я предложил коллективу. А с будущими работодателями как вы строите взаимоотношения сегодня в вашем образовании? Достаточно сказать, что с ведущими крупными работодателями, это, конечно же, консервно-тракторные заводы, это химпром, это предприятия электротехнического кластера, такие как ЭКРА, Бреслер, ВНИР, конечно же, электроаппаратный завод, ЭЛАРа, завод имени Чапаева, нет времени перечислить всех, Много таких предприятий. Монарский завод смесиевых препаратов, и, естественно, ведущие банки, все клиники, без исключения крупные, высокотехнологичные, нашего города и не только всей республики. Вот когда мы были студентами, у нас было так называемое целевое направление, то есть ты с предприятия тебя отправляют учиться, и потом ты должен возвратиться на это же предприятие уже специалистом. Вот сегодня есть такая методика или нет? Целевой прием есть. Это до 15% принимаемых на бюджетные места по данному направлению или специальности. Немножко в медицине другие параметры, другие цифры. Вот с этого года хочу сказать нашим телезрителям, выпускникам, родителям, что более 50% мест на медицинские специальности мы отдадим на целевой прием. Это политика государства, это такая программа подготовки кадров для сферы здравоохранения. То есть через Министерство здравоохранения Чувашской республики можно подавать свои заявочки. И вот как раз там по здравоохранению заложена обязанность отработать определенное количество лет. А здесь не будет приоритет отдаваться, например, сельским врачам? Минздрав, видимо, будет ориентировать, в первую очередь, на такие клиники, которые расположены в сельской местности. И чем будет обязывать? Тем, что если ты не отрабатываешь, то возвращаешь денежки за свое обучение, которое потратило государство. По-моему, это справедливо. Не захочется не возвращаться. Я думаю, что будут желающие. И это хорошая школа, работа в условиях села. Это замечательный социальный опыт. Ничего плохого здесь мы не видим. Андрей Юрьевич, а ведется ли сегодня в ЧГУ научная работа? Или денег катастрофически не хватает на нее? Ну, денег на науку... Всегда не хватало? Всегда не хватает и везде не хватает. Это и зарубежные вузы. Мы опыт общения их мнения, позиции по этому вопросу знаем. Однако, сейчас мы используем разные источники получения финансовых средств. Это средства РГНФ, РФФ и Российский научный фонд создан недавно. Это различные федеральные целевые программы, называют ФЦП. Это хозяйственные договоры с предприятиями, организациями на выполнение каких-то прикладных научных исследований. Вот хочу сказать, что у нас есть очень интересные оригинальные научные исследования. В частности, в области солнечной энергетики. Минеральные сырьевые ресурсы не безграничны. Мы прекрасно знаем. И вот солнечная энергия, ее преобразование, проблемы повышения эффективности, отдачи, они стоят на поездке дня. У нас единственная вузах Приволжского федерального округа — солнечная электростанция, где проводятся опыты, эксперименты как раз по повышению отдачи, выработке электрической энергии, используя энергию солнца. Андрей Юрьевич, а много ли сегодня к нам поступает в вуз из-за рубежа? Есть студенты, которые приехали из дальних-дальних стран? Раньше ведь очень много у нас было таких ребят. Достаточно количество, мы считаем, иностранных студентов. Их 390 сегодня в университете. А раньше сколько было? Больше или меньше? В советские времена их не было вообще. Первые иностранные студенты появились в 1991 году из стран Ближнего Востока. На сегодня география очень обширна. Это почти 40 стран мира ближнего и дальнего зарубежья. Есть европейцы, южноамериканцы из стран Африки, Азии и, естественно, стран СНГ. Вообще престижно учиться за рубежом, например, россиянам. А как вы считаете, иностранцам престижно учиться у нас? Наш диплом котируется у них в стране? Практика показывает многолетняя практика работы с иностранными студентами, которые приезжают уже по рекомендации своих знакомых, которые окончили университет в прежние годы. Они голосуют ногами и уверенно поступают в университет. Дипломы получают поддержку, ратифицируются в их странах. И, соответственно, люди успешны в этой деятельности. Это говорит о том, что можно с нами работать, и им интересно и полезно. Да нужно с нами работать. Несомненно. Вот знаете, раньше очень много было вот таких пар, когда иностранцы женились на наших девушках. И вот сегодня наши девушки выходят замуж за иностранцев, которые... Могу привести десяток примеров, не меньше. То есть ситуация там в Ливане не пугает наших соотечественниц? Дело в том, что многие иностранные студенты, выпускники остаются в России. Это страна становится их второй родиной. Это говорит о том, что замечательное у нас государство, наша родина. Соответственно, вот этот факт как раз видеть. Вы сами-то приветствуете такие браки? Конечно. То есть сегодня жизнь так динамична, так мобильна, так интересна, что вот этих межнациональных браков не избежать, и не нужно стремиться к тому, что ограничить интересы наших девушек только кругом соотечественников. Понятно. Вот насчет приезжих студентов все понятно. А вот есть преподаватели из других городов, может быть, из других стран, которых вы приглашаете к нам? Да, периодически приезжают к нам на работу представители других стран, других городов. Это касается цикла лекций, цикла каких-либо других занятий, мастер-классы, круглые столы, семинары проводим. Это на каждом факультете можно привести достаточно большое количество примеров вот таких коммуникаций. Вот на ура проходят такие вот мастер-классы? Очень полезно, очень интересно. Вот только недавно из московского медицинского первого мед, его называют, института, прошла лекция одного из заведующих кафедр, которая вызвала огромный интерес. И два дня работал семинар, который собрал и ординаторов, и интернов, и преподавателей нашего УЗа. Просто замечательно, интересно и полезно. К слову, хочу отметить, что и наши преподаватели также приглашаются в другие ВУЗы. Ну, например, вот в Гуйджонском университете, это провинция Китая, где проживает 80 миллионов граждан Китайской народной республики. И вот курс лекций провел наш профессор доктора медицинских наук Николаев только в апреле этого года. Вот совсем скоро стартует приемная комиссия. Вот как вы считаете, вот ваш прогноз, сильно она будет загружена работой? Много будет документов? Приемная комиссия всегда загружена работой, поскольку подаются тысячи и тысячи заявлений. Вы знаете, что право подать документы в разные ВУЗы у абитуриентов остается и в этом году. Соответственно, будет достаточно большой ажиотаж. Но этого пугаться не нужно, потому что те, кто успешно сдали единые государственные экзамены, они имеют все шансы поступить на понравившиеся им специальности в нашем ВУЗе. Особенно хочу сказать, вот ориентировать вас на, дорогие телезрители, на технические специальности. Как сказал уже выше, они востребованы. То есть это гарантированное рабочее место на высокотехнологичных предприятиях с хорошим уровнем заработной платы. Андрей Юрьевич, вот я знаю о том, что были такие случаи, когда люди приносили документы в приемную комиссию. Ребята, которые закончили с медалью или с очень хорошим ЕГЭ, им говорили, зачем вы поступаете к нам, езжайте в Москву, езжайте в Санкт-Петербург. Так, нечего вам здесь делать. Вот как вы считаете, вот в приемную комиссию все-таки, наверное, должны подбираться люди грамотные, которые не должны так говорить? Я с вами согласен совершенно. Наверное, этот случай произошел, как говорят, давно и неправда. Это было два года назад, и человек поступал на медфак. Соответственно, мы этим вопросам внимания уделяем сегодня, и в этом году, я смею верить, вы такого не услышите. Очень часто говорят, хорошо, мы поступим учиться, все замечательно. Вот люди, которые живут в других городах, хотим в Чебоксары, хотим в Чувашу. А вот социально-бытовые условия какие? Вот давайте поговорим об общежитиях. Что они на сегодняшний день из себя представляют? Вот у меня осталась картинка, да, там 20 больше лет назад, когда я закончила ВОЗ, и наши общежития были очень печальные. Вот сегодня, в современной общежитии, что это такое? Ну, могу сказать, что у нас 9 общежитий на его университете, там проживает более 2000 студентов. Общежития построены в основной массе в 60-е годы. Соответственно, мы их приводим в порядок, систематически, ежегодно ремонтируем, стараемся создавать, меняем оконные блоки, улучшаем систему водоснабжения для того, чтобы студенты жили комфортно. Но они соответствуют всем санитарным нормам, однако на наш взгляд, лично на мой взгляд, этого недостаточно. Они должны модернизироваться, соответственно, временно требования. То есть жилой площади на одного студента должно быть больше. Сейчас сколько? Инфраструктура, общежития. Получно 6 метров? 6 метров не меньше. Что-то мало. Это было от царя гороха. Понятно. Такие нормы, они не менялись. Соответственно, нужно сделать так, чтобы и сама инфраструктура общежития соответствовала современным требованиям. Но ведь на это нужны деньги. А где их взять? Мы привлекаем средства федерального бюджета, свои внебюджетные средства. Пытаемся входить и входим в программы модернизации имущественного комплекса. И на конкурсной основе, вот в этом году, в июне, участвовать в соответствующих программах, которые проводят Министерство образования и науки Российской Федерации. То есть будем делать все, чтобы общежитие, которое является домом студентов, сделать более комфортным, современным. И чтобы еще больше стремились студенты получить место в общежитии. А вот как с дисциплиной в общежитии сегодня обстоят дела? Кто за этим следит? Кто контролирует? Как живут наши студенты? Существует у нас дирекция студенческого городка. Существует специальный отдел охраны общественного порядка. Естественно, работают вахты на общежитиях. Есть тревожные кнопки. Это все требования, которые предъявляются к студенческим общежитиям. Мы их выполняем. То есть родители могут быть совершенно спокойны для своих детей, которые живут в общежитии? Цены очень приемлемые. Понятно, что жилье на свободном рынке – это вещи и тарифы несопоставимы с тем, что у нас есть в общежитии. Раньше в ЧГУ был профилакторий. На сегодняшний день он существует? Он работает, и 1300 студентов каждый год поправляет свое здоровье. Имеет возможность попасть к специалистам профильным, пройти процедуры, получить диет-питание. Это в течение 20 дней для студентов бесплатно. Здорово. Андрей Юрьевич, студенческие годы никто не будет спорить. Самые веселые и самые-самые запоминающиеся. Вот с вашей точки зрения, от того, чтобы они стали именно такими, от кого это прежде всего зависит? От самого студента или от вуза, который должен все организовать и преподнести на блюдечки золотой каемочкой? Я думаю, что это такая задача общая, но без студента никак. Если он не хочет быть веселым и успешным, он завершил. В эту жизнь его не затянешь, да? Нет, ни в коем случае. Не получится. Поэтому, вы знаете, есть десятки, даже сотни студентов, которые успевают везде. Я сам удивляюсь, как это у них получается, но они прекрасно учатся. Они занимаются научной работой, то есть у них есть результаты, достижения на Олимпиадах, на конференциях. В то же время они успевают поработать в летнее время в ССО, в студенческом строительном отряде. Скажу для тех, кто забыл. А куда, кстати, сейчас ребята ездят в студенческом отряде? Они ездят и в Сочи. Мы, кстати, были первыми, кто поехал на Олимпийские объекты в 2010-2011 годах по строительству стадионов, костинец, всей инфраструктуры Сочи. Мы приложили к этому руку наши студенты. Это Красноярск, это различные пионерские лагеря, так называемые пионерважаты, педотряды и многие-многие другие места. Замечательно. Следующее, что хочу сказать. Астудвесна, АКВН. Различные такие мероприятия, как Молгород у всех на слуху, Ай-Волга. А Вы КВНщика, кстати, поддерживаете лично? Лично очень поддерживаю, потому что юмор – это показатель уровня развития человека. Это показатель того, насколько личность данного студента разносторонняя, интересна, насколько он к жизни относится. Легко и просто, да. Оптимистично, да. Андрей Юрьевич, вот периодически появляются слухи о том, что Чувашский государственный университет будут объединять с ЧГПУ. Вот насколько эти слухи имеют под собой почву? Ну, опять же, верно сегодня мы подбираем терминологию. Вы сказали слухи, разговоры, досужные домыслы. То есть уже, наверное, лет 10 точно есть. Да, они есть уже лет 15 на моей памяти. Но ВОЗ и ныне там. И отношение, значит, мое лично к этому вопросу, хотя мы не принимаем решений, это учредители Министерства сообразования науки, это их компетенция. Однако, мы считаем, что ВОЗы и Чувашский государственный университет имени Ульянова, и Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, они все-таки ВОЗы с традициями, и у них своя есть направленность. Педа-университет готовит замечательные кадры для школ, они ориентированы на эти, у них все практики ориентированы на школу, все методики. Я думаю, что педагогические ВОЗы вообще имеют право на существование как самостоятельное университет. Андрей Юрьевич, а вот опишите портрет современного студента. Каким он должен быть? Современный студент несколько отличается от студента 30-летнего разлива, что называется, давности, чем? Сама жизнь заставляет, сами имеющиеся коммуникации заставляют быть немножко более мобильными, немножко мягко сказано, гораздо более мобильными, гораздо более самостоятельными, гораздо более оперативно принимающими решения. Возможности сегодня таковы, что их дает, в первую очередь, интернет, их дает, в первую очередь, условия экономики перемещаться в пространстве, причем находясь на своем рабочем месте. На своих шести метрах в общежитии. Вот это, пожалуй, самое важное. Мобильность, самостоятельность принятия решений, самостоятельность в суждениях своих, большая независимость от ВУЗа, может быть, от родительского дома. Это вот сегодня такая реальность. Андрей Юрьевич, а что бы Вы пожелали себе как ректору ВУЗа и своим студентам? Ну, я желаю, во-первых, здоровья всем нашим студентам, абитуриентам, их родителям, себе самому. Это первое. И второе, чтобы мы получали от каждого дня, прожитого нами, большое удовольствие. Мы должны помнить, что вот день сегодняшний не повторится больше никогда. Им надо радоваться, здесь надо успеть сделать все, что ты задумал, и чтобы это осуществилось. Но я вам пожелаю только самых-самых талантливых студентов, и чтобы ВУЗ, ЧГУ гремел на всю страну, гремел и за рубежом. А у нас сегодня в гостях был ректор Чувашского государственного университета Андрей Юрьевич Александров. Всего вам самого хорошего. До свидания.